За сутки от террористических атак российских оккупантов пострадал ряд мирных населенных пунктов в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. При этом на фронте, в частности на Алиманском направлении, армия захватчиков пыталась наступать возле Грековки, Макеевки и Невского. Противник также применил авиацию по Серебрянскому лесу, сбросив более 60 неуправляемых авиаракет. На Покровском направлении россияне хотели потеснить украинских защитников с занимаемых позиций около Новоторецкого, Николаевки и Михайловки. А на Кураховском были безуспешные атаки возле Георгиевки, Константиновки и Катериновки. В Донецкой операционной зоне враг максимально сегодня фактически поставил все на кон для того, чтобы достичь того продвижения, о котором мы говорим. Это попытка овладеть угледаром, это попытка с юга по флангу больше давить на Покровск. Соответственно, Кураховская, Торецкое направление часа в яр, поэтому бои продолжаются, они очень сложные. Но провала фронта на сегодня не допущена. Плюс, я уже сказал, ресурс врага уничтожается и максимально необходимо сберечь наш личный состав. Войска РФ находятся примерно в трех километрах от реки Оскол в Харьковской области. Об этом пишет Институт изучения войны. Кроме того, россияне 27 и 28 сентября продолжали штурмы в районе Глубокого, Волчанска и Тихого. Российские пропагандисты сообщили, что якобы захватчики продвинулись на 100 метров от северной части Тихого. Но аналитики Института изучения войны не подтверждают это. Используя, не используя эти природные приклады, украинские силы обороны ведут оборонительные бои. И мы видим по сводкам генерального штаба нашего украинского, что россияне несут тяжелые и очень тяжелые потери, продвигаясь с большими проблемами по Харьковской области. Минобороны Беларуси начала проверку боеспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом сообщает мониторинговый проект «Белорусский ГАЮН». По их данным, в проверке могут принять участие две зенитные ракетные и две радиотехнические бригады, пять зенитных ракетных полков и три авиационные базы. Также запланирован призыв военнообязанных из запаса для участия в проверке. Тем временем, по словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, все составляющие сил обороны полностью контролируют границу с Белоруссией. Это направление остается угрожающим, и Украина продолжает наращивать оборонительные возможности вдоль границы. По границе с Белоруссией, со страной, которая продолжает поддерживать Россию в войне, ситуация в целом остается полностью контролируемой. Все составляющие сил обороны Украины и пограничники, и ВСУ, Нацгвардия контролируют всю протяженность границы с Белоруссией. Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины. В эфире марафона «Едыни новыны». Тем временем силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1250 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков превысили 653 тысячи. Украинские военные уничтожили за сутки 5 российских танков, 27 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 1 систему ПВО, и также поразили 53 единицы автомобильной спецтехники и цистерн с топливом.